Бесовская наука, Александр Панчин. Приветствую. Бесовская наука, Александр Панчин. Let's go. Ну, есть же эффект, он не случайный, значит нужно это опубликовать. Изучал в томографии мозг рыбы. То есть кто-то прочитал ДНК снежного человека. Сумма биотехнологии, руководство по борьбе с мифами, о генетической модификации растений, животных и людей. Защита от тёмных искусств. Всем привет, меня зовут Александр Панчин. Это очередной ролик на канале Сайван, посвященный моей научно-популярной книжке «Защита от тёмных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Кстати, мне нравится оформление, очень даже хорошая верстка, просто прекрасная. И вот эта вот штука, это просто напечатать трудно. Это, не знаю, это может быть ручная даже работа, я не знаю, как он это сделал, это круто. Книга о том, почему люди верят в сверхъестественные явления, какие научные исследования паранормально проводились. А почему люди верят в естественные явления? У меня другой вопрос, но ещё один вопрос. Почему люди верят в естественные явления? Почему они видят теорию эволюции, хотя они не видели теорию эволюции? Почему они верят в то, что Земля имеет форму сферы, хотя они ни разу не вылетали за пределы космоса? И не видели Землю непосредственно вот сверху? Почему люди верят в то, что космос существует? Они же там тоже никогда не были. Почему люди вообще верят в то, что они никогда сами не видели и они просто прочли это в книгах? Почему они так делают? Пусть мне ответит Александр Панчет, пожалуйста, этот вопрос. Почему он сам, скорее всего, верит в подавляющее число научных теорий, высказываний и положений, о которых он только лишь читал, но ни в коем случае не проверял сам? Потому что мы понимаем, что научных высказываний огромное количество, невероятное количество. И проверить их все не может ни один ученый. И даже поучаствовать в опытах, которые их проверяют, не может ни один ученый. Ну, в лучшем случае он прочитал об этих опытах. А еще, ну, в обычном случае, наверное, просто вот некоторые формулировки и тезисы этих опытов знает и все равно вот продуцирует их как некоторые истины, доверяя другим ученым, доверяя вот всем остальным. Почему он так делает? Почему другим людям, которые не находятся внутри научной парадигмы, нельзя делать то же самое, только не в сторону науки? Тоже вопрос, тоже интересный. Непонятно, почему гигельянец не может апеллировать к гигельянской науке? Почему, не знаю, маг хаоса не может апеллировать к магии хаоса? Тут вопрос. Некий набор фактов мира, которые для некой культуры относятся к сфере воображаемого, но нереального. Что такое паранормальность? Не знаю, паранормальность это, в общем-то, категория, которая выделена на противоположность некой нормы, я думаю. Просто понимаете, в чем дело? К сфере воображаемого у нас относится вообще все, в принципе. Проблема вот в этом заключается. Когда мы рисуем стрелочку, указывающую на то, что сила притяжения тянет бутылочку вниз, вот эту вот, Елизавету нашу замечательную, тянет вниз, непосредственно вот Елизавета ее тянет вниз. Знаете, что это значит? Что мы воображаем в этот момент. Всем салам, еще раз приветствую, медвежская горилла. Куба, в общем-то, пишет. Сферичность Земли легко заметить, наблюдая за светилами, облаками и горизонтом. Очень легко, если мы пытаемся допустить самый простой вариант из возможных. Ну, то есть, может быть, Земля имеет форму огромного болта такого вот, громадного. Вы понимаете, какого болта имею в виду. И сферичная только вот та ее часть, которая заканчивается, этот болт, непосредственно. И в таком случае мы будем иметь вот ту же самую сферичность относительно того положения, где мы находимся на вершине болта, непосредственно. И, понаблюдая движение за светилами, облаками, мы будем получать ту же самую картину. С чего мы вообще взяли, что под движением светила и облака и горизонта мы можем что-то решить. Тем более, кто сказал, что не происходит никаких визуальных и зрительных искажений и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, здесь контраргументов против вас найдется, ну, вот просто бесконечное количество. Я их могу выдумывать, сидеть здесь вот просто вот часами. Просто потому, что это очень легко опровергнуть, когда я не был в космосе. Вот почему люди в это верят? Тем более, большинство людей не проверяет этого. Они не наблюдают за светилами, облаками и горизонтом. Вы, наверное, тоже вот, ну, удивитесь, но вы даже сами, наверное, не наблюдаете за светилами, облаками и горизонтом, если вы не астроном какой-нибудь. Ну, вы же согласны, наверное, да? Вы просто в книжке прочитали, что, ну, это легко заметить, наблюдая за светилами, облаками и горизонтом. И даже какой-нибудь Аристотель предполагал, что Земля сферичная, потому что вот это он делал это. Но на самом деле, Аристотель, знаете, что еще бы думал? Что Земля сферичная, потому что самая совершенная форма в мире — это шар. Ну, как бы супераргументы у нас тут могут пойти, понимаете? Если мы будем разбирать именно древних. И существует ли магия? Блин. Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Фигня. А все, все, все заявления, даже не экстраординарные имени... Что там жужжит? Любые заявления требуют экстраординарных доказательств. Вот в чем проблема. Эта серия роликов подготовлена совместно с премией имени Гарри Будини. 12 глава моей книги посвящена ошибкам в науке. И начинаю я с истории правопрофессора Корнелевского университета, который публиковал в рецензированном научном журнале по социальной психологии историю о том, что порно может путешествовать во времени. Ну, во всяком случае, так потом и про эту статью рассказывали журналисты. На самом деле, что сделал Дэрил Бэм? Он считал, что открыл способность людей предсказывать будущее. Ну вот, приведу пример одного из экспериментов, который он описывал. Предиспитуем им экран компьютера. На нем есть две ширмы. Человек выбирает одну ширму или другую ширму. После того, как человек сделал выбор, компьютер, используя генератор случайных чисел, тоже выбирает одну ширму или другую ширму. Если выбор человека и компьютера совпал, тогда человека награждают и показывают ему эротического содержания картинку. Причем с учетом его сексуальной ориентации, которую заранее опрашивали. Если бы все происходило случайно, то мы бы ожидали, что человек выбирает ту же самую ширму, что и компьютер в 50% случаев. Но у Дэрила Бэма получилось не в 50% случаев, а в 53%. И прежде чем вы посмеетесь и скажете, что ну, это все явно находится в рамках случайной погрешности, ну, нужно отдать должность, что вообще-то, если бы мы действительно могли предвидеть будущее в 53% случаев, это было бы очень даже неплохо. Ну, предположим, что вы играете в казино, в какую-нибудь рулетку. Преимущество у казино, которое зарабатывает на этом миллиарды, если что, оно может быть меньше, чем эти самые 3%. Грубо говоря, есть, допустим, красные, черные и зеро. Вот вероятность попадения этого зеро, она там может быть совсем маленькая, это в некоторых вариантах рулетки может быть 1,5%, а в некоторых как раз те самые примерно 3%, в зависимости от версии рулетки. И в целом это позволяет систематически много-много выигрывать. Ну, может быть, на казино это не распространяется, но есть лайфхак. То есть вы один раз просто проиграете все деньги и всё, как бы, ребят, 53, 60, даже 70%, вам просто нужно один раз проиграться нормально. Как можно было бы обыграть в казино, если бы речь именно про порно-картинки. Вы играете в казино, выиграли, достали из кошелька фотографию эротического содержания, посмотрели, порадовались и продолжили играть в казино и выигрывать, ну, чаще, чем следовало бы по случайной вероятности. Но пока что вроде как никто, в общем, казино тревогу пока что не бьют. Он увидел то, что больше всего желает увидеть какой-нибудь учёный. Вот помните, в Гарри Поттере было такое зеркало, которое показывало человеку то, чего его сердце больше всего жаждет. И для учёного, возможно, вот это зеркало показывало бы заветное P меньше, чем 0.05. Что это означает? Означает, что если бы действительно угадывание происходило с вероятностью 50 на 50, то вероятность такого или большего числа совпадений в ответах была бы меньше 5%. Что ставит от сомнения, то насколько это случайное совпадение. И во многих работах по социальной психологии, откуда родом, собственно, Дэрил Бэн... Ну, всё нормально пока. Ну, то есть, всё норм. И не только... Ну, то есть, всё это сомнительно, конечно же, абсолютно. И супер сомнительно. Невероятно сомнительно. Но всё нормально перечисляет, без ошибок. А Медвическая Горилла, да. Я с удовольствием, кстати, проведу совместный стрим с абсолютным духом, без проблем. Этот P меньше, чем 0.05 является критерием, который очень часто используется. На самом деле, сегодня этот критерий очень часто... Да, 0.05, ну, без разницы. ...критикуют, что он недостаточно жёсткий, и из-за него очень много ложных положительных результатов. Но мы пока что оставим этот вопрос в стороне. Скажем, что по формальным некоторым критериям, которые действительно используются в науке, у Бэма получился как бы достоверный результат. При этом у Бэма было 9 экспериментов в одной статье. Они все были разные, но похожие по принципу, что там тоже было предвиднее будущее. И вот в 8 из 9 у него получилось заветное P меньше, чем 0.05. И в совокупности он говорит, что вот это доказывает, что люди могут предвидеть будущее. Сразу скажу. Любые научные результаты таких экспериментов, связанных со статистикой, цифрами и что-то там больше P, там что-то, ничего не значит. Всё. Это моё решение, ребят. Достоверности здесь никакой нет. Здесь берётся на веру теория вероятности, во-первых, статистика и многие-многие другие эксперименты. Причём мы не знаем, случайно они произошли, не случайно. Может быть, сейчас какой-то закон указывает на это, а потом перестанет указывать. При том берётся ограниченная группа людей из определённого, в общем-то, источника. Скорее всего, из одного города. Может быть, из нескольких городов. Но из одной культуры, предположительно. Из одного времени также. Ну, тоже, как ни странно. Поэтому большинство тех или иных социологических экспериментов, какой бы сложности, качеством они ни обладали, они всегда будут оставаться сомнительными. К сожалению. Что вот эти эксперименты БЭМа, они оказались невоспроизводилыми. То есть, когда другие учёные пытались их повторить, они сталкивались с проблемами. Например, в одном журнале вышла статья, где... Уважаемый, чисел нет законов. Всё, их просто чисел нет, понимаете, всё в дело. В трижды пытались эксперименты БЭМа повторить и всегда с отрицательным результатом. В другом журнале вышла статья, где взяли самую большую выборку испытуемых, больше трёх тысяч человек, повторили эксперименты, тоже получили отрицательный результат. В первом случае, кстати, авторы столкнулись с тем, что они пытались сначала обликовать... Проблема вот этого самого БЭМа заключается в том, что он сформулировал заведомо очень такой вау-вау-вау сенсационный эффект высказывания. Сформулировал. Это прям вау, ничего себе, ух ты, что он сделал. Вот когда вот так делается, да, проверка экспериментов чаще всего производится. Ну, то есть, ну, потому что это логично. Вау-вау, ничего себе, что у него получилось. Давайте-ка проверим. В большинстве научных высказываний, исследований и прочего не проводится дополнительных проверок. Ну, просто ввиду того, что похеру. Всем плевать, никому не интересно проводить проверки каких-то стандартных исследований, которые вроде бы подтверждают то, что и так уже известно, ну, а может быть, это не так уж и известно. В том же самом журнале, в котором публиковался сам БЭМ, но им сказали, что у вас нет новизны. Потом они пытались публиковаться в другом журнале, там рецензентам достался сам БЭМ, который сказал, что нет, не годится, не будем это публиковать. И только там с какой-то третьей или четвертой попытки они в итоге публиковали. Ну, то есть, действительно, еще может получиться так, что в рецензенты будет попадаться специалист по данной теме, который, придерживая противоположной позиции, не будет допускать правильную, в общем-то, трактовку, теорию. Иногда деньги решают, какая научная статья будет напечатана, а какая нет. Иногда это решает, в общем-то, непосредственно, да, спонсоры могут это решать. Ноука же, ноука. Ну, как вы думали, да? Ноука же. Проблема в том, что дело не только в БЭМе, который тупо ученый тоже, он тупо тоже ученый, как бы. А проблема заключается в том, что это во всей науке так работает. И если мы верим, верим во все, что вот говорит наука, ну, мы должны верить в то, что все ученые замечательные, потрясающие, добрые, этические люди, которые не нарушают никогда правил. И они, действительно, все адекватны. С точки зрения научного метода, что, ну, заведомо не так. Критику. И была еще одна работа такого человека по имени Эрик Вагенмейкерс. Ну, сейчас он просто приведет очень странные высказывания, очень такие вот, ну, странные опыты в качестве примера. И все. Здравствуйте, друзья. Все, очень странные опыты вам мы сейчас приведем. Вот-вот-вот, что у нас поэкспериментировали дядьки когда-то в прошлом. И вот почему мы их вычислили. Ну, то есть... У него, критика, была немножко другого плана. Он говорил, смотрите, с одной стороны, мы понимаем, что это невоспроизводимая работа, что это не работает. Но, с другой стороны, он вроде бы как описывает все свои эксперименты в рамках того, как принято в этой области. Не говорит ли это о том, что, может быть, в этой области, где используются такие вот подходы и критерии, очень много всякой ерунды, и мы просто на нее не обращаем внимания, потому что она не пропорно путешествующая из будущего. Она не вызывает у людей такое очевидное, такого неприятия, потому что так не может быть, правильно? Это же абсурд. И, возможно, мы можем научиться на основании вот таких вот примеров плохой науки, как исправить нормальную науку, как сделать ее лучше, как сделать так, чтобы там было меньше всякого рода ложноположительных результатов. Дело не в том, что наука плохая, просто та наука, которая считается хорошей, она, в принципе, такая же. В принципе, такая же. Потому что, на самом деле, в науке есть то, что называют кризис воспроизводимости, про это есть очень знаменитая статья. Действительно, есть кризис воспроизводимости, действительно. Никто не хочет проверять высказывания научные, ну, то есть, особенно банальные и неинтересные. Джона Иоаннайдеса, можно найти ее перевод на русский язык. Статья называется «Почему большинство опубликованных научных результатов ошибочные?» И он там приводит некоторые теоретические рассуждения о том, почему так происходит. А вот и оказалось, что еще большинство научных утверждений ошибочного. Иду несколько конкретных примеров, собственно, вот, отталкиваясь этой историей про Дэрила Бэма. Почему Бэм мог получить ложноположительные результаты? Есть такая поучительная притча про так называемого техасского стрелка. А представьте себе, что вы увидели мишень, и в этой мишени очень много дрег от пуль. И вы можете предположить, что кто-то очень меткий стрелял и попадал прямо в эту мишень. Но есть альтернативный сценарий, что кто-то стрелял во все стороны, а потом мишень нарисовали там, где было больше дрег от пуль, и создается иллюзией, будто бы у вас был меткий стрелок. Вот в этой метафоре мишень — это гипотеза, которую ученый выдвинул, и из этой гипотезы есть некоторые предсказания. И мы проверяем, ложатся данные на это предсказание или нет. Сунады, не знаю, почему твои... Простите, у меня вода. Сейчас. Сейчас. Что же происходит, да? Хватит пищать. Ай, сейчас Сунады, я проверю. Простите, друзья, тут-то произошло что-то. Я надеюсь, их никто не удаляет. Будем наказывать всех удаляющих. Сейчас, 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 сейчас будет самое важное. Скорее всего, они на проверку отправились автоматически. Я не знаю, правда, по какому принципу они туда отправляются на проверку. Вот, 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 настройки. Конфиденция... Не те настройки. Творческая студия. Сейчас все будет. Сейчас мы Сунады выведем на экран. Сунады, ты писала там что-то матерное? Что-нибудь плохое, что-нибудь нехорошее, что, может, не понравится нам? Нет, я не вижу никаких, в общем-то, критериев. Осьминог, Осьминог-модератор, скажите что-нибудь, пожалуйста, в свое оправдание. Вы удалили сообщение Сунады, и по какой причине? Осьминог-модератор, пожалуйста, свяжитесь с нами. Данные это пули. Можем ли мы теперь данными попасть вот по мишени, по нашей гипотезе? Попадают они, соответствуют они этой гипотезе или нет? Это вот нормальный подход, а есть подход, когда мы, как бы, взяли какие-то данные, и дальше мы пытаемся ими обосновать какую-то гипотезу. Почему нет, кстати? Датсу надо, может быть, так и есть. Смотрите, в чем проблема. Какая разница? Ну, мы рисуем, у нас есть мишень, это вот то, что истинно, и мы стреляем в нее нашими предположениями. Какая разница, если мы сделаем нечто обратное, ну, то есть, нарисуем мишень вокруг пуль, почему бы и нет? Какая разница? Ну, то есть, вообще, реально, какая разница? Я, честно говоря, не понимаю одно и то же. Да, у меня есть осьминог-модератор. Просто осьминог-модератор, что-то вот это, отсутствует, видимо. А, все, осьминог-моделятор ничего не удалял, все отлично, хорошо. Метавлическая Горилла пишет. Ну, вообще же, есть некие фундаментальные и нередуцируемые свойства реальности бытия. Пространство, время, материя, энергия, казуальность, движение, процессы. Ну, то есть, эти свойства есть и все тут. Нет, это все выдумки, уважаемые, это воображение. Мы разбирали в прошлой статье, как это все работает. Почему это можно представить как воображение? И почему внезапно оказалось, что пространство и время смогли слиться в пространство-время и стать, в общем-то, искажаемыми в теории относительности Эйнштейна? Почему материя это теория? Почему энергия это теория? Почему казуальность это теория? И так далее, так далее, так далее, так далее. Это все теоретические понятия, которые во многом являются воображаемыми. Да, возможно, нам нужно какое-то время для того, чтобы воображать. Но, с другой стороны, это не отменяет того факта, что в нашем воображении существует еще отдельное время. Ну, то есть, методическая горилла, понимаете, здесь все значительно сложнее. Ну, то есть, это не просто сказать, они есть. А в каком виде они есть? Почему мы их воображаем? Почему мы их можем изменять? Почему у нас появляются какие-то своеобразные теории насчет того, что есть какое-то вот другое пространство, другое время? Почему эти пространства и время могут восприниматься в разных теориях? Потому что они нам не даны напрямую, получается. Наши субъективные представления о пространствах и времени, они довольно-таки сложны. И неоднозначны. И неочевидны, к сожалению. Ну, то есть, все это довольно-таки сложно тоже. Мы натягиваем как сову на глобус, вот на эти данные. Ой, сова на глобус, на эти данные. На самом деле, какая разница? Ну, то есть, вообще никакой разницы нет. Ну, то есть, еще, опять же, давайте так смотреть. Если мы данные, 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 и мы рисуем вокруг этих данных определенную вот мишеньку. Если следующие данные будут попадать в эту же самую мишень, почему бы нам не признать, что эта мишень все-таки научная истина? Почему бы и нет? Ну, то есть, почему бы и нет? То есть, я, честно говоря, не понимаю. Ну, в науке принято по-другому. Но почему не может быть принято как-то иначе, тоже непонятно. Илтос. Эти понятия указывают на то, что есть для нас реальности. Да. То есть, влияет на нас. А так-то, да, я согласен, что это выдуманные понятия, но как-то иначе. Вот вопрос, да, что есть реальности и так далее, и так далее, и так далее. Что есть в реальности, правильно, да. Что есть в реальности. А что есть в реальности? Время, пространство. Даже в научных теориях время и пространство сейчас занимают, ну, очень странное положение. И они не очень-то хорошо соотносятся с нашими восприятиями, ввиду того, что мы воспринимаем, ну, не точно. Наше субъективное время и наше субъективное пространство – это вот что для нас важно. Это вот что важно для нашего человеческого опыта непосредственно. Для научного опыта время и пространство, наше субъективное, уже не имеют практически никакого значения. То есть то, что для нас реально, то, что в реальности для нас существует, это уже даже имеет такую бездну между тем, что существует в реальности уже в науке. Что наука предсказывает о реальности. Как-то так сложно получается тоже. Есть какие-то свидетельства того, что Дэрил Бэм является таким вот техасским снайпером, таким техасским стрелком. Обратимся к самому Дэрилу Бэму. Это будет сейчас цитата из... Я не вижу здесь ничего плохого. Вообще вот с техасским стрелком в этой аналогии и метод, который наоборот выстраивает объяснительные теории вокруг фактов, вполне так себе нормален. Кстати, Иотас, напоминаю вам, что вы как раз вот пытались науку описать вот таким вот образом. Когда у нас есть факты, 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 и вокруг них описывается теория. А на самом деле это все немножко тоже сложнее, потому что у нас есть теория предположений, и в науке мы стреляем в эти факты. Так, наоборот, мы стреляем в эту теорию фактами, получается. Если она попадает в мишень, в эти факты, то все хорошо пока. Это как раз и называется фальсифицируемость, по сути. Вот он то же самое воспроизвел. И понимаете, даже когда он эту фальсифицируемость обозначил как-то иначе, ничего нового интересного не получилось. Ну, то есть, ничего не получилось и такого другого. Я, в принципе, как критиковал фальсифицируемость, так и продолжаю ее критиковать, только уже в другой метафоре, и в других терминах абсолютно так же получается. Пособие, которое он написал для аспирантов, как правильно заниматься наукой. Рассмотрите. Александра, вы верите в казуальность? Нет. Ну, может быть, она есть, может быть, ее нет, но, в принципе, ее придумал Аристотель. Как бы, ну, то есть, в чистом виде это аристотелевская такая концепция. В том виде, в котором мы ее сейчас понимаем, с некоторыми изменениями, ну, с небольшими. До Аристотеля такой вот невероятной казуальности, наверное, и не было. Пришто мир пронизан причинно-следственными связями. Ну, например, для элейцев мир просто был неподвижен, поэтому в нем никакая казуальность не была возможна. Ну, то есть, у нас есть концепции философские, которые полностью отвергают всякую казуальность. А с чего я буду верить в казуальность? Данные со всех углов. Анализируйте представителей разных полов отдельно. Вводите новые обобщенные показатели. Если что-то свидетельствует пользу новой гипотезы, попробуйте найти для нее дополнительные подтверждения среди всех имеющихся данных. Если видите слабые намеки на любопытную закономерность, попробуйте реализовать данные так, чтобы вывести ее почетче. Если есть участники, которые вам не нравятся, испытания, наблюдатели или интервьюры, дающие аномальные результаты, исключите их временно. Попробуйте выводить что-нибудь, что угодно интересное. Представьте свой набор данных драгоценным камнем. Ваша задача огранить и отполировать его, выбрать грани, которые стоят... А, кауза... стап, сейчас. Он написал казуальность, что ли, или что? А, ну я все равно все правильно понял, так что металлическая горилла, без разницы, я даже не понял ошибку. Я же говорю, я очень невнимательно читаю. Ну, то есть, я не то что невнимательно читаю, я понимаю смысл просто по форме слова и по контексту. Стоит подчеркнуть. Вот это очень хороший совет, если вы хотите опубликовать много плохих статей, которые потом будут не воспроизводиться. И это плохой совет, если вы хотите нормально заниматься наукой. Что еще могло пойти не так? Представьте себе, что у вас есть много исследований, посвященных какой-то одной теме. Ну, например, вы изучаете эффективность какого-то лекарства или предвидение будущего. Вы можете представить себе такой куполообразный график, где по оси Y у нас будет размер выборки, а по оси X размер эффекта. То есть, насколько там люди чаще предъявят будущее, чем если бы просто подбрасывали монетку и так далее. И в реальности любое измерение какого-то эффекта, оно будет неточным. У вас будет всегда какая-то ошибка измерения. Но чем больше выборка, тем меньше эта ошибка. Поэтому у вас будет такой купол, что вверху он узкий, размер ошибки маленький, относительно истинного значения, которое будет посередине. А когда выборка маленькая, то вы будете часто ошибаться в обе стороны достаточно сильно. И вот так должен быть устроен любой нормальный набор данных, посвященный какой-то одной тематике. На практике мы часто имеем такую странную ситуацию, что вот на таком графике будут отсутствовать маленькие исследования с отрицательными или нулевыми эффектами. То есть график получается таким обрезанным. Потому что если выборка большая, то ученые думают, ну, я вложил много средств в это, я получил под это грант, нужно как-то отчитаться. Результат явно стоящий, даже если отрицательный. И поэтому это будет с высокой вероятностью опубликовано. Если выборка маленькая, эффект отрицательный, то, ну, просто выборка маленькая, поэтому ничего не нашли. Но если мы взяли маленькую выборку и все равно получили P меньше, чем 0.05, заветные, то сразу возникает желание сказать, ну, есть же эффект, он не случайный, значит, нужно это опубликовать. И в итоге такого рода работы окажутся опубликованными, и мы получаем переоценку положительного эффекта. Мы получаем такой смещенный вот этот график, что у нас получается странная зависимость. Чем меньше выборка, тем больше размер эффекта в среднем получается. И если посмотреть на 9 экспериментов, которые сделал Дэрил Бэм, то там точно такая же появляется картина, что чем меньше выборка, тем больше размер эффекта. Это тоже очень подозрительно. И у этого смещения есть несколько потенциальных объяснений. Объяснение номер один, что были еще какие-то эксперименты, которые Бэм решил не публиковать. Просто я. Ну, то есть понятно, что по числам здесь все так приблизительно получается. Я просто не сторонник статистики. Не сторонник измерений, чисел и так далее. Это все определенного рода абстракции, которые структурируют в данном случае деятельность ученых. Здесь вопрос уже в интерпретации тоже идет. Ну, мы получили хорошие эксперименты, допустим. Вопрос в том, как мы эти результаты интерпретируем тоже. Понятно, что мы можем задать определенные правила игры, в которых все вот это вот будет работать и соблюдено будет идеально. Но это все еще остается игрой. Из этой игры мы можем сделать различные выводы. Но у нас есть, конечно, тоже определенные правила, которые сужают количество выводов, которые мы можем сделать. Ну, то есть тоже такая вот замечательная словесная игра получается. Они бы противоречили его гипотезе. Убъяснение второе, что мы можем сделать такую маленькую хитрость. Возьмем какую-то выборку, 20 человек, проверим, есть ли там эффект. Получили ли мы P меньше, чем 0.05? Нет. Добавим еще 10 человек, 30. Получили эффект? Нет. Добавим еще 10. Получили? Нет. Добавим еще 10. Получили? Нет. Добавим еще 10. Получили. Остановились. А то вдруг мы добавим еще 10, и все откатится обратно, потому что есть, опять же, случайный разброс этих... А зачем вообще проводить эксперименты, если будет невоспроизводимость в итоге? То есть тут вообще должна быть фишка в том, что, ну да, я могу хорошо описать все эксперименты, дать все описания, но при этом не проводить никакого эксперимента. А лучше еще не проводить какого-то, никакого эксперимента и просто вот этот купол соблюсти полностью и сказать, что вот я получил такие результаты. И ученые скажут, ну да, вроде надежно. Мы даже это проверять не будем, в принципе, мы и так думали, что так и получится как бы. Замечательно. ...наших измеряемых эффектов, и мы можем по случайным причинам получить положительный результат. Просто нужно его дождаться. И интересно, что... Ну то есть зачем его дождаться, если мы делаем какое-то громкое заявление, и в итоге эксперимент все равно будет перепроверкой. Ну то есть все равно подвергаться перепроверке. То есть это нелогично. Делать такие вот сверхзаявления крайне-крайне странно. Нужно быть очень авторитетным, уверенным в себе и пафосным ученым, чтобы делать такие вот вещи. И быть уверенным, что никто не захочет перепроверять выводы такого замечательного, потрясающего человека. Метафизическая горилла, вы кое-чего не заметили. Если миром правит Шадов, то почему он еще не в топе стример по подписоте? Вот те 300 там че-то человек, это миллионы. Да. Вот те числа, которые показываются, на самом деле это миллионы, вы просто не видите букву М. Слишком большие числа для Ютуба, и он поэтому глючит немножко. Такая процедура тоже порождает такую смещенную зависимость. А вот это вот чат, это непосредственно чат моих топ-донаторов, на самом деле, если вы не знали. И вот этого чувака с кружочком просто перечеркнутым. Он не донатер, он просто так. Есть еще третье объяснение, которое, мне кажется, возможно, наиболее элевантно. У Бэма было вот эти 9 экспериментов, они все были немножко разные. Где-то люди чаще угадывали картинку, допустим, а где-то они избегали определенного рода картинок. То есть, например, страшная картинка, и человек ее избегает. Ну, не хочет в будущем паука увидеть. Так вот, интересно, что избегания тоже интерпретировались как предвидение будущего, потому что как вы можете избежать картинку, если вы ее не предвидели, что вам ее покажут, правильно? Но это означает, что на самом деле, если бы был какой-то отрицательный, но статистически значимый результат, то он бы просто отзеркалился в сторону положительного результата, потому что как иначе вы можете что-то избегать, если вы это не предвидели в будущем. И в итоге все ошибки как бы складываются, вместо того, чтобы вычитаться друг из друга. И мы получаем вот эту самую странную закономерность, что чем меньше выборка, тем больше размер эффекта. То есть, что именно там произошло, мы не знаем, но есть целый ряд объяснений того, что могло пойти не так. Но что интересно, это касается и других областей науки. Например, в медицине, для того, чтобы решить такую проблему, что авторы могут... Медицина не наука, друзья. Ладно, ну ладно. Называть все науками, это, конечно, весело, и чтобы все еще претендовали на одинаковые какие-то методы, но тоже, тоже весело. Например, сначала провести исследование, потом посмотреть, окей, на какой из 100 показателей их препарат оказывает эффект. Да, там вообще по-другому, в общем-то, все проводится, как бы, но норм. А на какие 99 не оказывает. Требует, так называемую, пререгистрацию клинических исследований. То есть, вы хотите, так сказать, что лекарство работает, вы сначала пишете, в чем ваша гипотеза, то есть, вы рисуете вашу мишень, вы говорите, как вы будете ее оценивать, какая будет выборка, какие будут критерии успеха. Только после этого вы проводите эксперимент, и только после этого вы его публикуете. И, собственно, даже если вы не опубликуете ваши результаты, то все равно люди со стороны смогут посмотреть, ага, по этому препарату было 10 экспериментов, из них один был удаложен с результатами, а еще 9 они куда-то делись, исчезли, и мы не знаем, чем они закончились. Возможно, это одно исследование, оно как-то сильно переоценивает эффективность этого препарата, особенно если оно было финансировано фармкомпанией. Что любопытно, если вы, например, зайдете на сайт, который называется clinicaltrails.gov, посвященный клиническим исследованиям различных препаратов, вот когда я это делал в последний раз и вбивал до слова гомеопатия, то мне выдало все одно завершенное исследование, completed, то есть, которые закончились. Как вы думаете, сколько из них, из этих исследований по гомеопатии, имеет опубликованные результаты? 13. Нормально. Нормально. Если вы слышите, что какая-то статья что-то там подтверждает, то стоит учитывать, что, возможно, на одной такой статье есть 5 статей, которые, возможно, имеют совершенно противоположный результат, но их решили просто не публиковать, не докладывать. И что та часть науки, которую мы знаем, это лишь то, что было опубликовано. Еще есть куча чего-то, что не было опубликовано. А еще мы не читаем все, что было опубликовано, и как бы, да, тоже интересный момент. Есть сейчас много журналов, которые пытаются, наоборот, привлечь отрицательные результаты, что-то, что опровергает другие результаты, чтобы это тоже опубликовалось, и чтобы мы имели более полную картину о существующей реальности. Есть еще одна очень распространенная ошибка, которая бывает в научных исследованиях – это некорректный статистический анализ. Друзья, статистика – это воображение, потому что математика – это воображение. Это все воображаемо, как бы. Измерять что-то воображаемыми, абстрактными вещами вроде математики – но это уже интересно тоже, довольно-таки. Приведу пример. Вот есть знаменитый комикс на сайте S-KCD, где, значит, люди пытались проверить, вызывают ли конфетки определенного цвета прыщи, и начали проверять конфетки разного цвета – зеленые, красные, синие, фиолетовые, желтые, оранжевые, серебро-малиновые в крапинку и так далее. И в итоге для одной из 20 типов конфеток, вот, допустим, для зеленой, они получили вот этот P меньше, чем 0,05, и только про это рассказывают. И говорят, смотрите, зеленые конфетки вызывают прыщи. Вероятность, достоверность результата 95%, вероятность случайного совпадения всего 5%. Все это, естественно, неправильная интерпретация этого результата. На самом деле, если вы возьмете 20 конфеток и протестируете их, вызывают ли они прыщи, то для одной из 20 вы этот самый P меньше, чем 0,05, и получите, даже если ни одна из этих конфеток ничего не вызывает. И для того, чтобы это учитывать, то, что у вас было множество таких разных гипотез, которые вы тестировали, делают так называемую поправку на множественное сравнение. Можете найти в интернете, как именно ее сделать, если вы сами занимаетесь наукой, и почему-то про это раньше не слышали. Но идея ровно про то, чтобы вот этого учесть. Если этого не учитывать, то бывают всякие забавные казусы. Например, есть знаменитая работа Крейга Беннета, который изучал в томографии мозг рыбы. Эта рыба, пока она была в томографии, показывали фотографии людей в двух разных социальных контекстах. И смотрели на активность ее мозга, и оказалось, что эта рыба может распознавать людей в определенном социальном контексте. Есть определенная область мозга, которая как-то избирательно реагирует на это. С нужными статистическими порогами. Прикол был в том, что рыба была мертвой. То есть мертвая рыба реагировала на фотографии людей. Как же так? Ну, собственно, Беннетт не был каким-то сумасшедшим. Он как раз это сделал, чтобы показать проблему, которая бывает в нейробиологии при использовании томографов, что томограф оценивает активность мозга в большом количестве маленьких вокселей, типа пикселей таких. Есть шум данных, и они не всегда показывают нулевую активность, даже если ее нет. И в итоге, из-за того, что этих вокселей очень много, и все они попарно друг с другом сравниваются, мы тестируем очень много таких попарных гипотез. Вот в этом вокселе больше ли активность в этих данных, или меньше, или такая же. И если не делать поправку на множественное сравнение, то мы получаем часто ложноположительные результаты. И вот Беннетт это показал. И так даже в нормальных научных областях бывают разного рода ошибки. Но чем наука отличается от лженауки? Что в науке эти ошибки служат очень важным источником для исправления тех методов, которые сами ученые применяют. Ну, лет 400 это было вообще не так. Потому что было плевать, как бы. В последние годы начали заниматься вот этой всей херней математической. Да, действительно, в последние столетия очень много математической херни такой. Но это опыт последних столетий, друзья. Последнего столетия буквально. Ну, хорошо, допустим. То есть ошибки являются инструментом для улучшения научной методологии. А уже ученые... Не методологии. Научная методология в целом претерпела очень маленькие... Ну, такая философская научная методология. В смысле, научная методология в общих чертах. Она претерпела не такие уж большие изменения за последние, не знаю, лет 500. Вполне так себе. Она стабильно отрабатывает основные свои, в общем-то, концепты, положения. И в одном направлении работает. Ну, то есть не было такого, чтобы научная методология радикально меняла направленность. Ну, например, внезапно с эмпиризма вдруг бы переключалась на... Внезапно идеализм, Платон, и внезапно числа, там, не знаю, существуют, там, идеи и все. Ух, нет, такого не было. Они игнорируют критику, они игнорируют разумные возражения к их идеям и к тому, как они... Ученые тоже очень много разумных... У него тоже нет, в общем-то, никакого влияния ответа на разумную критику разумных философов, например, у Панчина. Панчин относится к ним как к дуракам. Ну, то есть, как и любой лжеученый относится к критике со стороны науки. То есть, любые разумные возражения в адрес науки им воспринимаются, ну, вот так вот. Ну, замечательно. Чем лжеученые отличаются от настоящих ученых? Тем, что у настоящих ученых своя тусовка, в которой там каждый что-то, в общем-то, непосредственно решает. Это такая веселая, замечательная туса. Да, и кто в нее не входит, тот, в общем-то, плох. И та критика того человека, того можно критиковать, в общем-то. Все. До свидания. Потому что я разбираю науку, уважаемая, поэтому я в космосе. Была история про то, как журнал Nature опубликовал статью про геном, то есть, последовательность ДНК, расшифрованную от некоторого организма, который называется ксенотурбелла. И был вывод, что этот организм является моллюском на основании генетического анализа. Прошло какое-то время, и оказалось, что этот ксенотурбелл ест моллюсков. И именно поэтому в ней оказался генетический материал моллюска, а сама она никакой не моллюск. То есть, в исходной работе не была учена проблема загрязнений одного организма образцами ДНК из другого организма. И это было исправлено, и за этим теперь более тщательно следят. Что происходит в мире альтернативной науки? Однажды мне пришла на рецензию статья про геном снежного человека. То есть, кто-то прочитал ДНК снежного человека. Ну, снежного человека он, конечно, не видел, но нашел какие-то следы, какие-то субстанции. И вот их, значит, выделил оттуда ДНК и предоставил результат этого чтения. Проблема в том, что лженаука находится внутри науки. И представляет значительную ее часть в целом. Да, и русская наука это тоже отчасти лженаука, друзья. Тоже не забывайте как бы об этом. Вот. Тоже интересно помнить о таких вещах. Сразу я заметил, что, во-первых, это не полный геном, а какие-то отдельные фрагменты ДНК. А во-вторых, я сразу, как я в биоинформатике, занимаюсь анализом генетических последовательностей. Я говорю, смотрите, у вас здесь шито вместе последовательности ДНК, которые совершенно точно человеческие. И какого-то хищника, точно сказать не могу, но, скорее всего, медведя. И вот вы, скорее всего, сделали следующее. Кто-то взял палец и засунул в медвежью кучу. И законтаминировал ее человеческое ДНК. И вот то, что вы предоставляете, это и есть вот это загрязнение. Журнал, для которого я это рецензировал статью, отверг, что сделали авторы. Они купили свой собственный журнал и публиковали там статью. Норм. Все еще и вак туда приписали. Геном снежного человека исключится с положительными рецензиями. А на критику они, естественно, положили сами знаете что. И что интересно, вот таких вот историй про геномы снежных людей, их очень много. И даже был обзор в одном нормальном журнале, где каждый из этих заявлений, каждую такую публикацию рассмотрели, и в каждом случае нашли загрязнение, контоминации каким-то хищником, апостолом, генотом-полускуном или еще кем-нибудь. Вот все это выдавали за образец ДНК снежного человека. И последний пример, вот ровно в этом же духе, касается, ну, более-менее все альтернативные медицины. Очень часто звучит аргумент, вот это работает, вот это может быть все что угодно, там, гомеопатия, целительство, там, молитва или еще что-то, потому что мне помогло. Потому что этот аргумент очень некорректно было известно еще с начала, там, 19-го века, когда врач Оливер Холмс читал лекцию, которая называлась гомеопатия и родственные заблуждения. Ну да, все, все, только с начала 19-го века это было известно, а на самом деле, да, до этого не думали даже об этой проблеме никто во всем мире, понимаете? Неформальные логические ошибки, они, наверное, вот сегодня появились, в 19-го веке. Там, говорю, смотрите, вот есть куча магических практик, которые сегодня не очень актуальны, но про которые раньше люди думали, что они работают и говорили, что им помогают, но теперь как бы все над этим смеются. Например, оружейная мазь, это такая мазь из пепла земляных червей, из жили диких хабанов, которые мазали не рану, а оружие, которое рану несло. Такого рода вещи он высмеивал и говорил, что, смотрите, вот аргументы, допустим, сторонников гомеопатии, они точно такие же, а мне помогло. Уже в 1835 году был проведен первый клинический рандомизированный эксперимент как раз для проверки гомеопатии. Его провел немецкий врач Фридрих Вильям Манховен, и эксперимент заключался в том, что людей разбили случайно образом на две группы, половина получала гомеопатический препарат. Представьте себе, если вдруг кто-то опровергнет науку, вот прям возьмет и опровергнет науку. Представьте себе Панчина, как он будет на это реагировать, вот то, во что он верит, больше всего в жизни, он этим всю жизнь занимается, он этим живет, по сути. У него все бытие сконцентрировано на занятиях вот этой самой наукой. Он высчитывает определенные статистические погрешности, чертит вот этот вот купол потрясающий, замечательный, вот все, это все, всю жизнь этим занимается. Что будет, если кто-то предложит рациональные аргументы против существования науки? Как он будет реагировать? Как вы думаете, друзья? Предполагаю, он будет, он просто уйдет в отрицание. А как делают все сиентисты, когда кто-то пытается их прокритиковать? Вот и все. Арина получала пустышку, они потом записывали изменения своего самочувствия, сравнили, оказалось, что никакой разницы нет, что гомеопатия, что пустышка вызывает одни и те же эффекты. Так вот, гомеопаты 200 лет спустя продолжают говорить, а мне помогло и приводят этот аргумент. В науке вот этот метод, который изначально был использован для провержения гомеопатии, стал частью доказательной медицины. С помощью него опровергли огромное количество методов, которые раньше считались эффективными, а теперь мы понимаем, что они неэффективны. Сегодня никто не использует кровопускание условно. Была, например, интересная история про то, как был некоторый метод хирургического лечения одной из форм остеоартрита, и решили провести здесь слепой клинический эксперимент. То есть взяли людей, случайно разбили их на две группы. Одна получала настоящую операцию, а другим делали плацебо-хирургию. То есть брали, делали надрез, а потом зашивали обратно, операцию не проведя. Естественно, все это делают в рамках... Что там с метафизикой у вас, друзья? Метафизика — это интересно. Кническое исследование, где люди подписывались на то, что они согласны в таком участвовать. Статья была опубликована в New England Journal of Medicine, и вывод был такой, что операция, которая проводилась сотня тысяч человек, и которая суммарно стоила миллиарды долларов, все эти операции для всех людей, на которых это делалось, что это бесполезно, что можно просто надрезать... Сунада, мы не поддерживаем твоё кровопускание, хватит уже это делать, зачем ты это делаешь? Зашить обратно, и будет то же самое. То есть наука, она исправляется, методы научные, они эволюционируют. И в этом смысле... Общие научные методы не эволюционируют, а частные эволюционируют. Притом следует заметить, что с одной стороны у нас практика. То есть добавляются новые частные методы. Это безусловно, в науку это часто происходит. Во-вторых, он намешал в себе и науку, и практику, и доказательную медицину, и медицину, и антропологию. И все-все-все-все-все-все науки в одну большую навозную кучу у него получился своеобразный йети, который ему не понравился. То есть чисто так вот словами, если всё грамотно определять, то он поступает на самом деле неправильно. Хотя в науке так действительно сейчас принято. Ну это просто неправильно. Это методологически неправильно, потому что идеалы разные у медиков и у физиологов, например. У них разные направленности исследования. Ну в общем-то для нашего кружочка перечеркнутого настоящее философствование это просто произнесение какого-то пафосного бреда, который звучит поэтически. Представляете себе, друзья, вот что значит присутствие философского опыта. Понимаете? Вот. Давайте вот это тоже будем удерживать у себя в мыслях. Пустое балабольство вот-вот ему нужно больше всего. Больше чем какие-то аргументы, размышления, идеи. Ему нужно красивое, в общем-то, балабольство. Вот. Вот и всё. К сожалению. Всего доброго, уважаемый. Все вот эти истории про гомеопатию, про Дэрила Бэма с его предвидением будущего, это всё на самом деле важные истории для того, чтобы мы понимали, какого типа ошибки бывают. Такие бывают ошибки в науке. Чтобы мы их больше не допускали. Чтобы мы делали слепые эксперименты, рандомизированные эксперименты. Чтобы мы делали прямые воспроизведения, а не были техасскими снайперами, которые ищут где-нибудь какие-нибудь закономерности, а потом выдают их за великое научное открытие. Ну, если правильно собрать все закономерности и быть клёвым техасским снайпером, то вполне всё, по-моему, нормально. То есть, на самом деле, наука-то отчасти действует по методу техасского снайпера. Ну, то есть, по сути, сначала у нас есть факты, потом, ну, то есть, наблюдения. Мы из этих наблюдений чертим определённую гипотезу. И только потом эту гипотезу пытаемся проверить. Ну, получается, что техасский снайпер уже в науке включён в метод непосредственно. Не перепроверив на какой-то независимой выборке. И вот мне кажется, что разбирая вот такого рода... Ну, просто у человека нет опыта философствования у самого. Он просто читатель. И он считает каких-то, в общем-то, мыслителей вроде Гегеля, Хайдегера, которые действительно очень туманно выражались. И ему не нравится что-то вот более-менее понятное, хотя и ненамного более простое на самом деле. До кейса мы сможем сделать науку снова великой. Кстати, очень хорошее видео от Панчина в целом. Ну, то есть, без какого-то откровенного дерьма. Ну, вот его чисто вот приходится критиковать по основным научным таким вот позициям. Это видео, наверное, одно из самых сильных, которые я видел у Панчина вообще в принципе. Начнём с этого. Сейчас Панчин у меня даже в глазах поднялся, наверное, раза в 3-4. Потому что это было в целом неплохо. В целом очень даже неплохо. То есть, к нему у меня только антисиентические сейчас вот такие вот вопросы были. В духе, а точно вот статистика-то работает? Или это может быть воображение, выдумки там, не знаю, учёных? И он мог бы, в принципе, попытаться доказать, что нет, это не выдумки учёных. Она действительно работает. Это был бесконечный спор, который никогда бы не закончился. То есть, откровенных глупостей он не наговорил. С техасским снайпером не понравилось. С техасским снайпером не понравилось, потому что ситуация значительно сложнее. И наука, учитывая техасского снайпера, и потом тоже сама пытается ещё раз попадать по тем же самым мишеням теории. Ну, это всё неважно. Это всё всё равно было интересно, примечательно и очень даже подробно по некоторым вопросам. Я, в общем, в принципе, доволен данным видео. У нас...